Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас в Доме Знаний. Меня зовут Ягана Кинязовна, и сегодня мы с вами говорим о полигонах и гистограммах. Давайте вспомним, что такое диаграмма. Диаграмма – это изображение, рисунок или чертеж, то есть графическое представление данных, которое позволяет быстро оценить соотношение нескольких величин. Диаграмма представляет собой геометрическое символное изображение информации с применением различных приемов техники визуализации. На сегодняшнем вебинаре я вам предлагаю решить несколько задач. Давайте для начала решим задачи на круговые диаграммы. На прошлом вебинаре мы разобрали, что такое круговая диаграмма, как она изображается и насколько точно она позволяет нам изображать какие-то измерения, какие-то исследования, какие-то результаты наглядно. Вот рассмотрим задачу, которую вы можете встретить на ОГЭ. На диаграмме показано распределение земель Уральского, Приволжского, Южного и Дальневосточного федеральных округов по категориям. Определить по диаграмме, в каком округе доля земель лесного фонда превышает 70%. Итак, у нас есть Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный и Дальневосточный. И в каждом федеральном округе дается распределение земель лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, земель запаса и прочих. Прочие – это земли поселений, земли промышленности и иного специального назначения. Может быть, земли особо охраняемых территорий и объектов. Итак, нам нужно из четырех этих круговых диаграмм определить именно то, где земли лесного фонда превышают 70% общего количества земель. Итак, обратите внимание на правую часть, где у нас даны обозначения земель. Земли лесного фонда у нас обозначены вертикальными линиями. И на каждом рисунке мы смотрим, на каждой круговой диаграмме мы смотрим ту часть диаграммы, которая обозначена вертикальными линиями. Понятно, что в Уральском федеральном округе доля земель лесного фонда не доходит до 75%. Она больше 50%, но меньше 75%. Но понятно, что до 70% не доходит. Так, 75% визуально можно определить как три четверти окружности, 50% как половину окружности. Итак, в Приволжском федеральном округе у нас даже до половины не доходит доля земель лесного фонда. Это видно, да. В Южном федеральном округе очень маленькая доля земель лесного фонда, а вот Дальневосточный федеральный округ нам как раз подходит, потому что здесь четко видно, что доля земель лесного фонда превышает не только 70%, но и 75%. Поэтому здесь мы уверены, что это четвертый вариант ответа. Рассмотрим еще пару задач. Фонд Школьной библиотеки, состоящий из учебной и художественной литературы российских и зарубежных авторов, представлен в виде диаграммы. Сколько примерно книг учебной литературы в библиотеке, если всего в библиотечном фонде 800 книг? Итак, смотрим на то, каким значком у нас обозначена учебная литература. Учебная литература – это зарубежные авторы и плюс российские авторы. Вместе это составляет до 75%, то есть почти чуть менее трех четвертей. Это вот эта часть, закрашенная в белый цвет, и вот эта часть, закрашенная в шестигранники. Нужно найти общее количество. Давайте анализировать. Значит, 400 – это ровно половина. Здесь понятно, что больше половины. 300 быть не может. Здесь больше всего подходит 600. Хотя нет, вот 600 составляет ровно три четверти. То есть если бы это было бы 600 книг, то у нас было бы вместе с художественной литературой зарубежных авторов, то есть учебная литература зарубежных авторов, учебная литература российских авторов и художественная литература зарубежных авторов по рисунку, по круговой диаграмме вместе составляет три четверти окружности. Вот это было бы 600 книг. Но так как художественная литература зарубежных авторов нам не нужна, значит, это 570 книг. 400 и 300 нам точно не подходят, потому что 400 – это ровно половина, а 300 – меньше половины. Здесь явно больше половины. Ответ – 570. Рассмотрим следующую задачу. На диаграмме показано количество школьников, посетивших театры города Краснодара за 2010 год. Нужно определить, сколько примерно зрителей посетили за этот период филармонию, если во всех этих театрах школьников было 2000 человек. Итак, у нас есть общее количество школьников – 2000 человек. И распределение, кто какой театр у нас посещал, показано на круговой диаграмме. Нам нужно найти, сколько зрителей посетили филармонию. Итак, давайте изучать варианты ответов. Значит, премьера у нас приблизительно четверть. Понятно, что театр кукол и филармонию посещали практически одинаковое количество учащихся и больше всего посещали театр драмы. Из 2000 учеников приблизительно меньше четверти должно быть количество детей, посетивших филармонию. Давайте смотреть. 500 – это четверть. 500 делим пополам. Это 250. Чуть больше нам нужно. 240 – это меньше четверти. Посмотрите на филармонию. Это доля, которая составляет больше восьмой части, так скажем. Если мы четверть поделим пополам, то кусочек будет меньше, чем тот кусочек, который относится к филармонии. То есть 240 сюда не подходит, 150 не подходит. Явно это 350 человек. Еще раз рассуждаем. Визуально окружность мы делим на 4 части. Четвертая часть, вот она, допустим, премьера, это 500 человек. Если мы эту четверть поделим еще пополам, мы получим 250 человек. Обратите внимание, что та часть, которая посещала филармонию, она больше восьмой части окружности, то есть больше половины четверти. Поэтому мы выбираем ответ 350. Давайте теперь разберем, что такое гистограмма. Гистограмма позволяет представить изменения данных на протяжении отрезка времени. Диаграмма этого типа удобна также для наглядного сравнения отдельных величин. Ось категории в гистограмме располагается по горизонтали, а ось значений – по вертикали. Такое расположение осей подчеркивает характер изменения значений с течением времени. Есть также гистограммы с накоплением. Она позволяет представить отношение отдельных составляющих к их совокупному значению. На объемной гистограмме с перспективой сравнение значений располагаются в плоскости. То есть те значения, которые нам нужны, их располагают специально в плоскости, чтобы нам было видно вдоль двух осей. То есть мы можем сравнивать и по одной оси, и по другой оси. Давайте решим задачи. Задачи я подобрала из ЕГЭ. Давайте попробуем разобраться, что здесь изображено. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указывается месяц, а по вертикали температура в градусах Цельсия. Нужно определить по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру во второй половине 1999 года. Ответ дать в градусах Цельсия. Вот обратите внимание, это как раз у нас гистограмма, где по горизонтали у нас обозначается либо месяцы, либо время определенное, категории обозначаются. А по вертикали обозначается числовая, количественная, так скажем, характеристика. В данном случае это температура в градусах Цельсия. Итак, вопрос. Определить по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру во второй половине 1999 года. Хочу обратить ваше внимание на то, что самая распространенная ошибка в этом задании, что учащиеся обычно не обращают внимания на то, что нужно определить наименьшую температуру именно во второй половине года. То есть вообще, в общем, наименьшая температура понятна минус 8 градусов Цельсия. Это в феврале. А нам нужно во второй половине, нужно быть очень внимательным здесь, поэтому нам нужно брать с 7-го месяца по 12-й. Поэтому наименьшая температура здесь будет 12-й месяц, то есть в декабре, и будет составлять минус 2 градуса Цельсия. Рассмотрим вторую задачу. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге, Свердловске, за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали температура в градусах Цельсия. Нужно определить по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру во второй половине 1973 года. И опять, в первую половину года у нас наблюдается самая высокая температура. Здесь надо не ошибиться, нужно быть внимательным и искать наибольшую температуру именно второй половины 1973 года. Это у нас август, и температура 16. Ответ 16. Не седьмой месяц, то есть ответ не 8 здесь. То есть не спрашивать, в каком месяце. Вопрос может быть поставлен по-разному. Если будет вопрос, в каком месяце наблюдается самая высокая температура или наибольшая температура, нужно ответить 8. В данном случае нужно указать саму наибольшую температуру, как и в прошлой задаче. В прошлой задаче мы отвечаем минус 2, а в этой задаче мы отвечаем 16. Если бы вопрос стоял в каком месяце, то мы отвечали бы 12 и 8. Итак, следующая задача. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, а по вертикали – количество посетителей сайта за данный день. Определить по диаграмме, какого числа количества посетителей сайта РИА Новости было наименьшим за указанный период. То есть в данном случае вопрос стоит за весь период. И вопрос, обратите внимание, стоит, какого числа количества посетителей сайта. То есть наименьшее количество посетителей было 15 числа, их было 400 тысяч. Если бы спросили, сколько посетителей, какое наименьшее количество было за указанный период, мы бы ответили бы 400 тысяч. Но в данной задаче мы отвечаем 15, потому что вопрос стоит, какого числа. Идем дальше. На диаграмме показано распределение выплавки меди в 10 странах мира за 2006 год. Данное распределение именно в тысячах тонн задано. То есть 800 тысяч тонн. 600 тысяч тонн. Среди представленных стран первое место по выплавке меди занимали США. А десятое место – Казахстан. Какое место занимала Индонезия? Так, первое место у нас занимает США. Второе место – Перу. Третье место – Китай. Четвертое место – Австралия. Пятое место – Индонезия. Ответ 5. Обратите внимание, я даже не смотрю, сколько в какой стране. Если бы мы дали бы, допустим, эти данные в строчку, нам пришлось бы сравнивать числа. Сидеть и сравнивать количество тысяч тонн, выпускаемых или обрабатываемых в каждой стране. А в данном случае нам даны столбцы, и очень удобно, наглядно видно, в какой стране больше всего выплавляется медь. И их распределение – в какой больше, в какой меньше, кто на каком месте. Так, теперь давайте изучим, что такое полигон распределения частот. Вообще, построение полигона распределения частот напоминает построение гистограммы. Только в гистограмме вершина каждого столбца, соответствующая частоте встречаемости данного значения признака – это отрезок. В данном случае отрезок прямой. А для полигона отмечается только точка. Если там отрезок, то здесь отмечают точку, соответствующую середине этого отрезка. И вот эти точки соединяют. Соединяют их ломаной линией. Давайте рассмотрим задачи на полигоны. На рисунке с жирными точками показано суточное количество осадков, выпавших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, а по вертикали – количество осадков, выпавших в соответствующий день в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Мы получаем полигон. Определите по рисунку, какого числа впервые выпало 5 мм осадков. Итак, у нас вообще, в принципе, 5 мм осадков выпало единственный раз, поэтому мы отвечаем – 11. Какого числа выпало? 11. Ответ – 11. Следующая задача. На рисунке с жирными точками показана цена нефти на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наименьшую цену нефти на момент закрытия торгов за указанный период в долларах США за баррель. Итак, наименьшая цена нефти у нас была 31 августа. Нам нужно саму цену определить. 39 долларов. Ответ – 39. То есть нам нужно определить, не какого числа была наименьшая цена, а именно сколько она составляла. Поэтому ответ – 39. Следующая задача. На рисунке с жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 5 по 28 марта 1996 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена унции золота в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определить по рисунку, какого числа цена золота на момент закрытия торгов была наименьшей за данный период. Так, смотрим на рисунок. Самая низкая точка, самая нижняя точка в данном случае на данном полигоне – это вот эта точка – 394 унции золота. Так, долларов США за унцию золота. 394 доллара США. И самая наименьшая цена у нас была 6 числа. Ответ – 6. Следующая задача. На рисунке с жирными точками показана среднемесячная температура воздуха в Сочи за каждый месяц 1920 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией. Нужно определить по рисунку наименьшую среднемесячную температуру в период с мая по декабрь 1920 года. Ответ дать в градусах Цельсия. Итак, с мая по декабрь. Наименьшую среднемесячную температуру. Понятно, что вообще, если брать с января по декабрь, наименьшее у нас достигается второго числа. Это 4. Но нам нужно с мая по декабрь. Поэтому наименьшее у нас будет в 11 месяце, то есть в ноябре, и будет равна 6. Ответ 6. Здесь надо быть очень внимательным, чтобы не ошибиться. Очень легко ошибиться, если не учесть, что нужно с мая по декабрь. И еще две задачки. На рисунке с жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Бресте с 6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали числа месяца, по вертикали температура в градусах Цельсия. Определить по рисунку, какая температура была 15 июля. 15 июля и ответ дать в градусах Цельсия. Но это задача простенькая. Здесь просто надо найти точку пересечения, то есть точку с координатами 15, с координатой 15 по горизонтальной оси и найти координату Е, соответствующую по вертикальной оси. Это 19. Ответ 19 градусов Цельсия. И последняя задача. На рисунке с жирными точками показан курс евро, установленный Центробанком Российской Федерации во все рабочие дни с 22 сентября по 22 октября. Обратите внимание, 2010 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали цена евро в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены летние. Это понятно. Определить по рисунку, сколько рабочих дней данного периода курс евро был ровно 41,4 рубля. Итак, ровно 1,2. Всего 2 дня. Вот две точки, соответствующие этому числу на вертикальной оси. Раз точка, два точка, первое седьмого, два дня, ответ 2. На этом наш вебинар подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Увидимся на следующих вебинарах на платформе Дом Знаний. Всего доброго!